Если я часто говорю, что это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с помощью Божьей с этим заболеванием, потому что началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Действительность тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать те, которые готовили как резерв для коронавируса. В Минске уже находимся на плато по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия, но то, что вы уже начали, вы, по-моему, онкологию уже помыли, да? С завтрашнего дня, Александр Викторович. С завтрашнего дня они начинают онкологических принимать, дальше у тебя какая-то... Да, потом будет больница скорой медицинской помощи и гинекологии. В принципе, мы чувствуем, что нам уже не понадобятся эти больницы в Минске. В Минской области я очень рад, что последнюю неделю мы наблюдаем заболеваемость на одинаковом уровне и даже чуть ниже. Молодцы могилевчане, у них совсем низкий уровень. Но если так, то у нас останутся только две, так более-менее области, Брестская и Гомельская, которые мы должны контролировать. Они позже у всех вошли в этот процесс, и ученые-специалисты говорят о том, что они позже у всех и выйдут на неделю где-то. Ну, потерпим неделю, тем более, что я интересуюсь каждый день утром и вечером этими проблемами. Коих там предостаточно. Тяжелых меньше стало. Видимо, вирус все-таки ослаб уже. Вирулентность или как это называется? Вирулентность. Вирулентность его уже не та. Дай Бог, чтобы не та. Но при этом мы должны иметь в уме вот этот, как они называют, второй этап, вторая волна. Это никто не доказал, что она будет вторая волна, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай Бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. Ну, а может быть, сия беда нас менет. Всякое может быть. Но, тем не менее, расслабляться нельзя. Я почему затрагиваю этот вопрос? Надо нам обсудить и эту проблему, например, и Минска. Я вчера вас, Тальвана, предупреждал, чтобы вы были готовы доложить о том, как контролируется этот процесс. Не как лечим людей, я это знаю, как лечим, мне Минздрав докладывает. А вот, как вы организовали контроль сверху. Есть, правда, наверное, и будет чему поучиться у вас по Минску, потому что это непростая ситуация. Два с лишним миллиона человек в Минске, и непросто было здесь организовать дело. Но ни в коем случае, еще раз повторяю, нельзя расслабиться. Спасибо.